Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 409 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий, заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Новый год по новым правилам. Юным дзюдайстам России разрешили бороться, как на Олимпийских играх. Прыжки и вращения, как у взрослых, в Самаре выбрали лучших фигуристов региона на областном первенстве. Действующий чемпион страны по баскетболу играет по-чемпионским. Самара уверенно лидирует в Суперлиге. Новый год по новым правилам. В дзюдо теперь подростки борются, как взрослые. Возрастной ценз снизился до 8 лет. Как прошло первенство области в новых условиях, расскажет Мастер Спорта. Всеволод Киселев с дзюдо на «ты». На татами выходит бороться уже 6 лет. До этого первенства Самарской области для подростков правила были детскими. Нельзя делать болевые приемы. Теперь все как у взрослых. Побеждать стало сложнее, зато азарта больше, рассказывает финалист соревнований. Интереснее будет по взрослым. Также есть немного страха с болевыми удушающими. Больше хочется попробовать новое. Тренеры от нововведений в восторге. Говорят, давно пора, потому что чем раньше ребенок поймет всю суть борьбы, тем лучше. Ведь привыкнув только к техническим броскам, юношам в 16 лет трудно психологически применять и сопротивляться болевым приемам. Когда у них будет определенный опыт соревновательный с болевыми удушающими, что касается именно здесь, соревновательной практики, уже на такой арене, когда они будут бороться со взрослыми, конечно, это будет уже совсем другое. Нежели просто ребенок придет и ему сразу повзрослее возраст сделает удушающий болевой. Он даже не будет знать, как сдаться и как защищаться правилами. Первую практику борьбы по новым правилам подростки проходят на первенстве Самарской области. На областном первенстве 14-летние юноши и девушки определили призеров в девяти весовых категориях. Из лучших дюдаистов сформируется сборная команда региона. В нее с большой вероятностью попадут спортсмены с стойкий духом. Что касается новых правил, мы на тренировках работаем и уже с болевыми, с удушающими, младшим возрастом тоже даем, но аккуратно стараемся за этим следить, чтобы дети с детства уже привыкали к определенному возрасту. И вот эти ребята, что конкретно вот этого возраста, они уже это все знают, на тренировках работают. И они немножко теряются, потому что у них соревновательной практики как таковой нет, именно борьбы с болевыми удушающими. Но в принципе они все готовы и сегодня соревнования показали, что наши ребята достойно показали себя в партере. Эти правила касаются больше всего партера. По всему остальному по стойке осталось все по-прежнему. Мотивировать подростков на победу по новым правилам организаторы соревнований будут большим медальным фондом. Если раньше весовой категории определялся один чемпион, теперь их может быть несколько. Все зависит от количества участников. Прописана французская система, то есть дети будут делиться по подгруппам. В каждой подгруппе не более четырех человек, то есть чтобы ребенок проводил не более четырех встреч. И встречи будут не останавливаться сразу, чтобы спортсмен не проигрывал. А гарантировано, что ребенок отборется всю полную встречу. И соответственно будет приветствовать, в каждой подгруппе будет награждение. Впереди у спортсменов первенство по Волжье в личном и командном зачетах. Соревнования пройдут в середине февраля в Соликамске Пермского края. Всероссийский турнир ждет лучших дюдаистов страны в Самаре с 13 по 18 апреля. Юные фигуристы на льду в спорткомплексе «Маяк» прошло первенство Самарской области. Мальчишки и девчонки от 10 до 15 лет катали несколько программ. Какие соревнования в будущем ждут призеров и победителей, расскажет мастер спорта. Даниил Герасимов начал кататься на коньках в 4 года к 11. Его медальная копилка насчитывает уже больше 20 наград. В основном золотые. Мальчик – чемпион области по фигурному катанию. До кандидата в мастера спорта Даниилу осталось сделать всего лишь один прыжок – выиграть первенство России. Спортсмен уверен – это ему по плечу. А пока фигурист на областном турнире катал короткую программу. Победив здесь, он рассчитывает попасть в сборную региона. Тогда впереди замаячит первенство по Волжье и страны. А там и мечта может сбыться. В детстве мне очень нравилось, когда катались на льду именно фигуристы. Просто в кисле там командная работа, а тут ты сам за себя. И тут конкуренции уже такая побольше. И чтобы тут добраться до какого-то финала, например, до России, там нужно очень много пройти и очень много заниматься. Сегодня я катал мальчика из фильма «Маски». Мне кажется, что мне надо все равно еще больше работать, потому что сегодня у меня не очень все хорошо получилось. Я прыгаю сейчас с тройной Сальхов. И, ну, немного изучаю сейчас тройной Риттбергер. Первенство Самарской области по фигурному катанию «Звездный лед» – это просмотр талантов со всего региона. За место в сборной сражаются почти сотни мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет. У нас есть, конечно, представители единички из Отрадного, из Сызрани. Но вот на данных соревнованиях их нет, потому что действительно это соревнования отборочные, на которые те дети пока еще не претендуют. Но очень отрадно, что там они, будем говорить, занимаются. И надо сказать, что в Сызрани очень огромная, будем говорить, помощь и поддержка со стороны руководства и катка, и администрации. Там все сделается для того, чтобы фигурное катание было на самом высоком уровне. Чтобы поехать на первенство по Волжье и России юным фигуристам, нужно отлично откатать на первенстве Самарской области две программы – произвольную и короткую. То есть выполнить безукоризненно необходимые прыжки и вращения. Это аксель, может быть двойной аксель, каскад, любой каскад и прыжок любой. Прыжок во вращение, у девочек заклон, у мальчиков вращение со сменой ног. То есть это практически все приближает к кандидатам мастера в спорту. То есть там добавляются уровни, добавляются обороты, добавляются шаги, которые дальше уже соответствуют с дорожками. Ну вот все это приближается к тому, что спортсмены выходили на более высокий уровень. Восемь лет назад в Самаре был всего лишь один крытый каток. На Молодогвардейской. Сегодня их пять. На подходе еще два льда. На месте демонтированного старого дворца спорта строится современный спортивно-развлекательный комплекс. Мы проводим соревнования очень много. Практически на всех объектах, которые у нас в Самаре, в Тольятти, в Отрадном, даже в Кошках мы проводили. Потому что везде популяризируют фигурные катания, везде к нему относятся очень замечательно, за что огромное спасибо нашему руководству, которое настроило нам этих катков, в которых мы очень нуждались. Вот теперь у нас мы ждем следующего праздника, естественно, открытия катка в Южном районе. Вот и, конечно, нашего дворца спорта, любимого на нашем месте на Молодогвардейской, куда вернутся все дети, которые живут там, в близлежащих районах. В связи с тем, что катков стало больше, детей стало больше, конкуренция стала выше. В соответствии с этим уже растет уровень катания. Для того, чтобы был чемпион России, очень много должно сложиться. Не только это вот тренерский момент и спортсменный момент. Это, конечно, есть доля и удач. Конечно, и финансовые вложения, и родителей, и помощь, там, Министерство спорта, когда там детей посылают на соревнования. То есть это все должно быть в совокупе. Поэтому, конечно, мы работаем на это. Конечно, мы верим, что из наших спортсменов будут получаться конкурентоспособные спортсмены. Просматривают фигуристов на областном первенстве очень пристально. В жюри судьи всероссийской и международных категорий. Руководство региональной федерации гарантировало объективное выставление оценок юным спортсменам. Для того, чтобы провести соревнования нашего масштаба, и тем более первенства, которое является очень ответственным, здесь пришлось, конечно, поработать очень много компьютерщиком. Потому что мы работаем по новой системе Международного союза конкобежцев, по программе ИСУ. Вот что должно быть оснащено компьютерными средствами. В общем, все достаточно профессионально. Развитие в движении, в соревновательном движении. Областная федерация фигурного катания проводит в регионе целый каскад соревнований как для самых маленьких детей, так и для взрослых. В Отрадном наше соревнование детские, которое мы проводим уже второй год, это для самых маленьких детей от 4 до 8 лет, которые называются шаг за шагом. Мы их проводим во всех абсолютно городах, где есть катки. Это наш резерв. Это дети, которых мы потом после 6 лет зачисляем в нашей школе в рамках госзадания. Но главное событие у нас в этом году, конечно, это Кумпарсита, который мы год 2020, который мы будем проводить в 20-й раз. Очень сожалеем, что мы его не можем провести, этот турнир на катке на нашем, на Молдогвардейской, потому что именно там был этот создан танец с Еленой Анатольевной Чайковской, заслуженным тренером. Вот мы его будем проводить в Тольятти на катке «Волгарь», поскольку наш каток Лаодарен, он нестандартный, он хоккейную площадку имеет. Вот, и к нам приедет, естественно, Елена Анатольевна Чайковская. Думаю, что мы ее тут и с амарцами все вместе поздравим с юбилеем, с 80-летним. Сюда приедет Саша Горшков. Сюда, я думаю, что я приглашу наших ведущих танцевальной пары спортсменов для показательных выступлений. И поэтому надеемся и ждем, что у нас будет очень интересное завершение сезона в рамках вот этого турнира. А пока все силы самарских тренеров и спортсменов уходят на подготовку к межрегиональным соревнованиям. Первенство «Полволжья» пройдут в Тюмени для младшей команды и в Кирове для старшей – в одиночном катании. А в Сызране разыграют Кубок России по синхронному катанию. До новых стартов у фигуристов есть еще время поработать над ошибками и помечтать о светлом спортивном будущем. Мечта о фигурном катании – это, во-первых, добраться до финала «Губка России» в этом году и постараться войти в нем хотя бы в десятку. А когда в взрослом стану? Взрослым стану. Ну, как сложится. Если все будет хорошо, то буду дальше продолжать это дело. Если не очень все сложится, то буду как уже любитель кататься, а потом, наверное, стану тренером. Новый год. Баскетболисты Самары начали с оглушительной победой в МТЛ-арене. Без боя сдался уфимец. Разница в счете была почти двойной. Грандиозное шоу покажет мастер спорта. Самара в новом году продолжает радовать любителей баскетбола. Клуб с одноименным названием в первом домашнем матче после зимних каникул разгромил спортсменов из Уфы. Уже в первой четверти было видно, кто на паркете хозяин. 33-17. Такой счет получился благодаря точным пяти попаданиям в кольцо из трехочковой зоны. Во второй четверти Самара обороты сбавила и проиграла. 12-15. Хотя и продолжила вести в счете три очка. У некоторых игроков мяч предательски не залетал в корзину даже из самых голевых моментов. А вот после большого перерыва Самара уже нанесла сокрушительный удар по сопернику. Третий период закончился в пользу горожан и 20 очков в запасе. Главный тренер Уфимцев был лаконичен в комментариях. Не хватало агрессии, чтобы защитить, чтобы нападить. Вот это, наверное, самый жирный минус в этой игре. После такого нокдауна Уфимец в себя не пришел. И концовка матча превратилась в чистую формальность. В этой игре преследовали определенные свои цели. То есть нам надо... Мы заканчивали чемпионат прошлый год восьмером. Поэтому игроки травмированных дали почувствовать немножко, да. Больше ротации было. Дали сыграть молодому нашему парню больше времени. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу Самары 94-59. Такого успеха у клуба не было давно. Самара хороший соперник. У нас там есть ребят травмированные много. Поэтому немножечко мы не в форме сегодня будем. Самара в Суперлиге пока занимает первое место. В спину дышит Спартак Приморье из Владивостока. У Волжан на одну победу больше. После Уфимца Самара на выезде разгромила в Московской области 15 января МБА. 101-66. А через три дня химки Подмосковья сдались при счете 99-77. В МТЛ-арене Самара сыграет 28-го числа во вторник со вторым составом ЦСКА. А 31-го в пятницу с ижевской командой Купол Родники. А на сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин